Здравствуйте! Меня зовут Сергей Николаевич, и тема сегодняшнего нашего занятия взаимосвязь системы перенитров управления с обранковыми матрицами. И сегодня мы еще раз пробуем матрицы блочной структуры, посчитаем их определители, обратим их, и еще раз заодно яркостью немного численных реализаций всех этих алгоритмов. Ну, скажем так, больше объем, ну, сложности мечтений. Так, для начала давайте рассмотрим нашу структурную направление. Ну, все вы знаете, что если матрица не вырождена, то отсюда следующее, что все так же не работает, да? Вот, теперь зададимся вот таким вопросом. А можно ли найти обратную матрицу с помощью системы ленинных сравнений? У нас с вами было уже два метода поиска через присоединенную матрицу, да? И метод Энгауса-Жандафа. Вот, давайте подумаем. Значит, смотрите, что у нас есть? У нас есть определение, как матрица. Какое можно было? А матрица-1, равно чему? Не лично. Не лично, не цена. Хорошо. Так, теперь давайте вот посмотрим вот это что. Ну, давайте распишем нашу А, а эту назовем за 1x-большое. То есть плюс 9. Не решаем, а это будет х. Теперь смотрите, что у нас есть. Здесь у нас есть а1, а2, 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 а2. Так, ну и в конце у нас матрица квадратная, раз мы ищем квадратную. Будет а1, а2, а2. Ну, теперь распишем наш матрицинус. И последний у нас будет х2, а2, а2. И это все у нас обращено. Ну, диагнозами матрицы, да, с серой квадратной, главной диагнозами. Вот. Значит, смотрите. На самом деле, вот это произведение отдает, соединяя несколько систем линейных выравнений по нахождению как раз ваших матрицинусов. Так, ну, наши матрицы. Так, давайте вот посмотрим вот на что. Так, ну, ходите по элементам, а ходите по столцам. Смотрите, у нас есть первая столбец в матрице е, да? Первая столбец. Значит, смотрите, что можно написать. Можно написать вот, что а умножить на что. Значит, первая это столбец в матрице е. Вторая – это же номер. Ну, е не номер, да? Первый столбец – личный матриц. Вот. Теперь давайте дальше смотреть. Второй столбец как получается у матрицы е? Нужно что сделать? Первый столбец на второй столбец, потом второй столбец на второй столбец, третий столбец на второй и так далее. Ну, смотрите, у нас получается, что адрес 2, ну, вот это будет адрес 2. Ну, это, говоря, адрес n будет е. Да? Директ е1, еn – это что такое? Это n – это соответствующий столбцем в единичной матрице, да? Что нам тогда известно? Известно а? Известно что? Е1. Е1. Так, известно x1, да? Теперь смотрите, x1 же можно теперь найти? Да. Каких проблем? Значит, смотрите, что мы умеем теперь делать. То есть мы с вами умеем находить столбцы обратной матрицы, да, если она существует, независимо от того. При этом что еще самое интересное? А если, например, у нас обратной матрицы не существует, можно ли тогда будет найти решение? Нет. А такой вопрос, а много им будет или мало? Ну, то есть их не будет или будет много? Ну, смотрите, если у нас матрица не выжится на то, что ранка и равенна, правильно? Что неизвестно. Вот. А если мы скажем, что ранка нашей матрицы меньше, чем наша? Да. Правильно. Да. Не только что вы это все уже все оценивали, да. Значит, у нас что будет? Решением что? Целая земля линитных афинных куберативных. Правильно? Вот. Отличательно. Теперь смотрите, получается, что эти системы, они будут что? Либо иметь единственное решение, да, так как, в сути, она матрица, и просто матрица, она правда чаще, да, никак не зависит. То есть совместно с ними, да, уже не привлекает. Вот. Да? Ну и, соответственно, что у нас получается? Тогда? Или зависит? Давайте посмотрим на последний. Вот, например, пусть у нас ранка не еще. Тогда мы ее, чтобы в ступень 4-дин, можем привести. У нас тогда здесь будет мод, а здесь что будет справа? Клиент, надо. Я один, я два. Ну, пусть стал несколько раз, но не правильно. А оценивучим. Совместно такая система? Нет, нет. Угу. Замечательно. То есть, значит, что получается? Сколько решений? То есть, если ранка будет меньше, то что? У нас найдется уравнение, которое будет несовместно. Правильно? Да. Система. На самом деле здесь написано «система». Правильно? Первая стата – здоровье. Так. Замечивается она? Тогда, вот смотрите, что можно делать. Теперь это все можно считать независимым. Правильно? Да. То есть, можно взять, да, какой-нибудь пластер. Туда-то. И, да, на каждой их слизне, а, поместить матрицу А, да, и независимо найти все столцы обратной матрицы, да. Соответственно, у нас получается какое ускорение? Ну, это у нас, правильно? Ну, то есть, можно взять этот процессор, да, и у нас получится его. Тогда, смотрите, я с момента набрал все это изполаги, ну, что у нас получается. Смотрите. 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 И что? Нет. Это там гауссы искать будут. Решение этих системы независимо, да? Что тогда? Ну, сколько оценок? Я вам уже рассказывал. Нет, это гауссы сложность какая? n, правильно? Ну, там, будет константа, она нам не важно. То есть, это активизация зависит. Значит, смотрите. У вас получается сложное, да? Вот. А если вы это делаете параллельно, то у вас получается сколько? Вот, вот. Ну, так же? Ну, ладно. То есть, можно достаточно шусть про все это дело проще. Все именно. Давайте, смотрите. А сложность, на самом деле, будет не совсем неправда. Почему? Почему? Потому что каждый веществитель должен что? Пройти к n в кубе? Только матрику, да? То есть, n в кубе все равно будет. Просто нету только матрику, но это не время. Да. Вопрос в чем? В том, что восстановление решений будет уже произведено независимо, да? Ну, то есть, на самом деле, хотелось бы такие ангоники получить, а вот так, да? Ну, реально, можно получить вот что. То есть, у нас получается n в 3 в минус 4, да? Сложно сказать, что? Отходите. Так. То есть, у нас получается n в 3 в 3 в минус какой-то f, да? То есть, мы экономим начерт, а то что мы, скажем, столбцом на самом деле независимо считаем, да? То есть, решаем эти как бы системы независимо, да? Вот. Соответственно, известная оценка, которая есть, это будет N, степени, там, 2, по-моему, несколько раз, уже 51, если больше, то, да, там, считается на 9, потом уже узнаете, но, вообще-то, на самом деле, меньше, чем 2,5, в общем, уже достаточно сложно. То есть, это вот тем, кому дальше будет интересно, мы можем уже на более старших курсах пообщаться. Так, что у нас получается на том, то есть, мы можем обращать матрицы, да, с помощью системы единого, решения с тем неимых кураном. При этом, если эти все системы совместно оказались, да, то есть, то, что тогда, тогда мы даем обратную матрицу. Вот, иногда бывает удобно, ну, вот именно, вот, с этим параллельным вычислением, и найти только какую строку или столбец. А все понимают, как строку найти? Строку? Обратно. Ну, да, правильно, у нас же есть второе варенство, как бы, а-1а равно е, правильно? Соответственно, там у нас уже будут что? Участвуют сроки и что? И матрица А. Вот, теперь давайте еще вот к такому факту обратим внимание. Мы с вами уже начали проходить скорярные произведения, да? Как выглядит скорярные произведения в координатах? Вот, если у вас вектор А, то есть вектор РС, да? Ну, пусть таки заданы в каком-то общем базисе, например, как бы на минерном. И у вас есть координат. А-1, А-1. И есть вектор столбец, у вас, плаш, да? Вот, если мы скалярно перемножим, да, что бы мы получим? Ну, давайте вот так вот, видишь? Скалярные произведения будут теперь, как это будет что? А-1 на х, 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 а-2. И что иное, там что? Первое столбец, а-1 на х, а-1 на х, правильно? Скалярные произведения, рабочие нет. Ну, B-1, да? То есть у нас 2, а-1 на х, а-1 на х. Вот. Это 2, да? Ну, если и так далее. Это 1, а-1 на х, а-1 на х. Вот. Ну, или хотите, если у вас матрица, я, наверное, не могу, наверное, оставить, да? То есть они матрилили, и они будут. Вот. То есть смотрите, на самом деле, с темой линейных управлений, можно сказать, что это, ее решение, это не что? Скалярные произведения. Вот если такого вектора х, да, то есть вам даны векторы а и b, да? И надо найти такой век от х, чтобы скореерные произведения, да? А-1 на х было равно, что числу b1, а-2 на х числу b2 и так далее, да? А если здесь, то не будут, то почему смотрится, когда скореерные произведения? Скорярные произведения, когда равны двух векторах? Когда вектора два вектора. Так, хорошо, а еще прокомментируем? Каким образом, сомнение, сомнение, сомнение? Вот, смотрите, у нас с вами появляется критерий, да? То есть, поиску сраином и фалам, да? Ну, поиску сраином вызвать, значит, угол дык-палал, да? То есть, значит, как раз у меня прогонали. То есть, получается, я решить однородную систему на этот эквивалентный член. Найти такой век от х, с которым прогонали он одновременно всем разумеет. Так? Иска здесь один тот же? Ну вот, это вам такой небольшой х, то есть, боногеометрия, да? Так, теперь давайте вот чем займемся. Значит, я вам немножко это рассказал. Я рассказал. Теперь, вас яйца сказал. То есть, можно искать независимость, только из того цена. Теперь давайте рассмотрим вам. Это какая-нибудь бочная матрица. Значит, пусть у нас два, и наша матрица, это есть. Так, ну давайте вопрос написать, давайте напишем. То есть, это такие метки, да? Вот, некоторые уже видели сегодня, на которой я, как-то, все начнете. Вот, значит, допустим, у нас эти блоки А и Д квадратные. Это нам рассматривается какого размера. М плюс М на М плюс М, да? Вот. А в размере Д лица сколько? А в реализации я автоматически считаю, сколько здесь будет. Раз Д у вас М на М, да? Сколько будет столбцов? М на М. Здесь М. Здесь М, правильно? Здесь М. Здесь М. То есть, значит, в Б получается М в трог, М в трог, а в Ц, М в трог. Вот, стоп, даем столбцов. Вот. Теперь хочется вот, что научимся делать. Давайте мы напрягаем. Попробуем выбрать его в Т квадратную матрицу. Да, ну смотрите, как перемножаются, ну как складываются такие влочные матрицы, это было бы на самом деле. Ну давайте, посмотрите, с А1, Д1, с А2, Д1. Смотрим сейчас. А2, Д2. Смотрим. Что получится? А1 плюс А2. 1 плюс А2. А1 плюс А2. А2 плюс А2. Да. А2 плюс А2. То есть, влоги складываются, да? Так. Несколько сложнее с умножением. Давайте попробуем. Что делать по-русски? Смотрите. А1, А2. А2 плюс А2. А1, А2 плюс А2. А1, А2 плюс А2. А1, А2 плюс А2. А1 плюс А2 плюс А1 плюс А2 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 плюс А2 плюс А2 плюс А1 плюс А2 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 Теперь давайте попробуем обратить только ту матрицу. Давайте скажем чуть-чуть, где-то длиной. Т.е. такой квазидеагональный плочный, но цепь и нулевая. Два достал цепь упорядочил. Как длиной степи? Это два атака. Ну давайте сделаем так. Давайте попытаемся найти обратную матрицу в каком-либо плочном бите. Можно же это сделать? Да. Ну давайте попробуем эту матрицу умножить на что? На обратную получить что? Единичную. Единичную. Далее. Так. Значит обратная пусть будет у нас x, y, v. И это произведение равно чему? Единичную. 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 Значит это у нас будет... Ну давайте скажем, у нас A размер n на n, да? Ну давайте я вот здесь напишу, е на n, да? Здесь будет что? Е чего? n на n. n на n, да? Так. Так. Теперь самое интересное. А можно ли теперь использовать вот эти свойства, которые мы просто с вами придумали, да? Ну пока не заказывали. Найти x, y, v. Смотрите, у нас что получается? A на x плюс 0 на 2, чем уравно? Е. Е, да? Ну давайте здесь это выкрашем. Четыре накида, на самом деле из которых мы с вами получим. Так что у нас получается A на x равно чему? Ну то есть A на x равно чему? Е. Да? Ну давайте скажем, наверное, так. Это для нас больше, да? Давайте смотрим дальше. A на y плюс 0 на v, чем уравно? Е. Е. А на y. Ну, это какой элемент? 1, 2. Правильно? Это новый. Правильно? Сможем сложить на планах y равно чему? Правда? Да. Хорошо. Что у нас здесь можно дальше сказать? Что у нас C на y плюс d на v равно 2? Правильно? Да. Хорошо. И еще что? Точнее, c на y плюс d на v, чем уравно? Не нулю. Не нулю. Е. Значит, это будет лишь одна разница. Да? Так. Хорошо. c на x плюс d на v, чем уравно? Нулю. Да? Вот. Смотрите, у нас получается 4 системы, да? Ну, теперь давайте вот, что предположим. Так. Предположим, что у нас существует a-1 и d-1. Т.е. Вот эти приматрицы обратимы. Тогда что можно сказать? Тогда план приматрица а-1. Ну, раз она обратима, значит, а-1. Я начал ее определить в него. Значит, план равен чему? r. Правильно? Так. Значит, тогда у нас x равен чему? Просто a-1, правильно? 20. Так. А здесь что тогда? Невыраженная матрица умножается на утро и получается 0,2. И делаем 0,2. че-1, это 18? Ну, все равно. Так. Тогда что я здесь то могу написать? yonel Carolcois а-1. Значит, это обзван и у того прекрасalamus сгру 해야 да? Хорошо. Тогда t6-1. Итак. Хорошо. Так, ну и теперь смотрите, у нас с вами c на x плюс d на u равно 0, да? Ну тогда сюда можно найти. Значит, c умножить на что? x у нас равенство ж. Ну теперь умножить на что? На u, да? Ну и давайте запишем, что это равенство, правильно? Правильно? Ну направо сразу, да? Тогда лучше по-равному. u, да. d у нас есть минус. А давай с минус сюда перекосим, да? У вас ну что? Слева надо на d минус 1 умножить, правильно? А на u нам надо минус, что у нас? d минус 1, c, а минус 2. Вот так с вами учатся. То есть смотрите, мы с вами научились что делать? Обращать вот такую влажную лапу, да? Давайте это накмешим здесь. Ну здесь видно, да? Если я вот так поставлю? Да. Сейчас я там накмешу. Так, значит у нас давайте помогайте. Значит, x у нас чему равен? a минус 1. a минус 1, правильно? Так, справа что стоит? y. y 0, да? u это что у нас будет? минус 3 минус 1, c на 1 минус 1. c на 1 минус 1. А здесь что будет? Тот. 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 квинус 1 минус 1, да? вот смотрите, она даже похоже. Scott's. так, хорошо. Смотрите, какая есть вещь. Смотрите, матрица С от неё вообще ничего получается независимо. С очень прямоугольное у нас матрица. Для того, чтобы оборотить, достаточно что? Чтобы оборотимы были вот эти два блока. А вот этот блок, какой хотите, какой будет. Вот так же? Ну, да, правильно, то есть если нам, например, надо оборотить протокол, как всегда можно написать? Ну, всё то же самое будет, только что здесь будет. Ну, здесь A-1, A-1 останутся, правильно? Здесь что будет? Мольче? Да. А в целом, как всегда будет, как забрать заматрица? Что здесь заматрица? А-1, C на D-1. И минус, да? Да. Почему минус? Потому что если вы это умножаете, если у вас A на 1-1 страницу, то не уничтожается, идиничная получается заматрица. Если минус цель на D-1, вот у нас плюс цель на D-1. А здесь будет 0, да? Ну, а здесь, соответственно, заматрица. Идиничная, D на D-1. Смотрите, что у нас ещё есть интересное. Давайте теперь попробуем посчитать вот этот метод. Ну, или просто рассмотрим нашу исходную матрицу ОВЦД. Я сегодня какую-то задачку уже задавал. Значит, смотрите. Ну, давайте скажем, что A-2, A-2, A-2. Да, да. Ну, и пусть, например, они... Ну, тут два варианта есть. Либо одного размера, либо разный. Вот если одного размера, то хочется написать что? Теперь нам вопрос. Ну, у тебя была база лада. Давайте обстранируемся. Можно же написать, что это как-то здесь A маленькая, а здесь A маленькая, C и D. То есть, как определить, два на 2. Давайте я эти вопросы поставлю. Что тогда здесь получится? А, D минус A, B, C, да? Ну, еще смотрите, есть какая важная вещь, да? Смотрите, А, D, или может быть D, A, или, может быть, C, B. То есть, да, и сделать должное сочетание, да? То есть, вот. Давайте с вами вот этим вопросом зададимся. Как правильно считать такое определитель? Так, ну давайте матрицу A, B, C, D умножим на некоторую специфическую матрицу. Вот она будет вот такой. А, B, C, D. А, B, C, D, а? Ну, или хотите, можно просто матрицу написать. Давайте матрицу. Вот. то опять её умножим на некоторую другую матрицу. Расскажу потом. Значит, возьмём А в первой, здесь я возьмём ноль, здесь я возьмём Е, а здесь возьмём ненавистья ноль на А в первой. Что тогда получится, чему это равно? Вот мы сконструировали, потом умели умножать. Что будет делать? Ну, 3-4 булки, здесь бывает. Давай смотреть. А в минус первой умножается на А, вот здесь, да? Ездить что-то. Перестой до С, значит, здесь будет. Так, хорошо. Так, здесь у нас что-то? Справа, давай смотреть. Надо первую строку умножить на что? Да, значит, здесь будет что? Правая строку умножается на А. Так, хорошо. Теперь дальше здесь. Это будет что? Страха на столбе есть, правильно? Минус С, А, минус первой А. Чему равно? Минус С. Минус С? Да, ещё С на Е. Ноль. Вот. Правильно. Так, а справа что будет здесь? Давайте посчитайте. Минус С, А, минус первой А, а? Лёс да. Минус С, да? Да. Так, ну и, правильно, сейчас у нас это будет минус С. Нес первой А, плюс Г, да? Итак, давайте посмотрим вот оно что. Определите, чему будет равна. Вот эта вот равна. Определите первую матрику, с кем будет равна. Определите, в полочной матрике, в первую очередь, в первую очередь. Значит, я думаю, что мы поделаем лист. Так, единицу тут. Ну, на один. Так. Умножить на что? Хорошо. На нашем определителе матрике. Которую мы хотим найти. Эту обычную. Давайте, посмотрите. Определите первую точку, в точной матрике. И диагонально. Ну, то есть, в классе диагонально. Определите первую единицу на определителю вот этому. Да. То есть, это будет что? Определитель. Идрем. 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 Ну, так. Умножим увеличивать сигнал 2. Определителем. Да. Отлично. Получается. Определителем матрике мы желаем чуть-чуть. Определитель. 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 Если они одинаковые размеры, то что можно сделать? То есть если прямо подмал n, то есть эта матрица у нас какого была размера? n на n, а это n на n, то что? Тогда определение этих определителей есть определение матрицы, правильно? Тогда можно написать, что мы можем определить А д? А а c? Аd и Са, аc, аd и b. Вот что получается. На а вот нажать с первого, да? Вот как интересно получилось. Значит смотрите, аа. Теперь смотрите, если у нас матрица а и с, это перестановочка. А c равно c. Отделитель AD минус CD. Это вот как раз к тем, кто сегодня таки добрался. То есть получается, что если у нас AD минус CD, то у нас получится определитель AD минус CD. То есть AD минус CD. Но только в каком случае? Когда у нас размер цепоза, да? И что еще? А целом было целом. Да, а целом было целом. Ну они тогда все, когда размер цепоза, они все круто рады, да? Так, ну аналогично, давайте под качество такого домашнего упражнения вам можно написать что? Ну наоборот, да? Какое можно взять? Значит, смотрите, у нас есть артенда циада. Можно, например, попытаться с B то же самое сделать. Те основные. Что сделаем? Мы возьмем справа аналогичную матрицу, да? Что тогда получится? Ну примерно то же самое, только здесь не будет лично, да? Что тогда получится? Ну вот и получится DA минус CD. Это вам давайте качество домашнего упражнения. Вот. Так. Ну теперь давайте еще немножко вернемся, попробуем какую матрицу обратить ABCD. Ну давайте очень полезно. То есть если мы потребуем... Ну смотрите, мы это учили считать ее вантилетии, да, если мы квадратно. Ну, да, как квадратно получается. Теперь давайте попробуем посмотреть, когда ее можно обратить. Что тогда у нас получится? Давайте мы ее попытаемся... Так, что я сделал? Смотрите, у нас есть вот это равенство, да? Я его специально не стараю. Сейчас поясню, почему. Мммм. Да. Ведь смотрите, на самом деле, это же пешка дверна, а если мы вот это не успеем сделать, то это будет чему равно. Вот этой матрицей будет... Ну, обратный кэтажек, правильно? Да. Если мы это обращаем, то мы ее обращаем. Так. Значит, давайте смотреть, чему равно произведение... Ну, обратное, обратное... Ну, извините, чему равно. А B не успеет, чему равно. Смотрите, как у нас есть. А B минус 1, а у нас стоит. B минус 1, а у нас стоит. Понятно? То есть, у нас местами появится, да? И обратно мы их написали. Ну, давайте это сделаем. Что это будет? Значит, B минус 1. Б минус 1, возможно, то что? Смотрите, как у нас есть. 1 с 1 к 0, 1 с 1 к 0, 1 с 1 к 0, так, что еще? Это все минус к 0, правильно? Это равно, давайте, эту патрицу обратим. Смотрите, нам надо быть множественным, правильно? Да. Как она обращается? Как она обращается? А вот же они у вас. Вот, смотрите. А, это 0. Что это будет? 1 минус 1. Ну, 1 минус 1, так же, да? Внизу что будет? Ну, 0 как был, так и остался. Это сложность справа, да? Значит, это будет минус... Ну, давайте право напишем, это будет что? Обратная квадратная, правильно? И вот здесь что будет состоять? минус A минус 1, то есть это будет что у нас? У нас что там стоит? У нас A минус 1 или E, правильно? Минус E. Значит, минус E умножить на что? С у нас почему равно здесь? Минус 1, да? Минус 1, да? И еще раз палка сделать минус 1. И минус 1, это что? Да, это неприятная навыка. Да. получается на самом деле сюда входит что обратно и к минус 1 обратно и чему еще на самом деле вот эти суммы сложно сказать что получается сейчас мы потребуем что у нас а обратно то можно посчитать вот эту обратно вот это тоже легко обратить то есть какой блочный это есть произведение как бы не в этом сумме то есть получается что можно взять какую-то матрицу если нам надо ее обратить да за счет чего можно еще ускорение давить за счет того что мы можем видеть таких блоков представить если у нас блок а будет обратим то тогда мы автоматом заключаем что у нас обратно матрица есть произведения вот такие смотрите сложность этого обращения какая будет ну а матрица у нас двоем на двоем да то есть что тогда получается нам надо посчитать обратно к а а а минус 1 да и на значит получается еще вот такую матрицу обращать да значит получается что это лгут правильно ну так вот на какую-то константу а это тоже на самом деле лгут правильно то что это тоже разбил это лгут или лгут уже 7-9 нет лгут то есть это лгут или лгут получается что в а и сейчас в а и сейчас так хорошо а если например мы скажем что блок а может быть равном блоку b это же нам все равно ну да да тогда что нужно сделать да то есть можно когда блок а увеличивает да Ну и проверять маркеративность, а остальные уже смотреть какие будут, тогда это можно уменьшить, правильно, потому что у вас тогда там вот эта зависимость возникает. Ну вот, а собственно говоря, если вы будете, ну сейчас вы уже познакомитесь с казанием каких-то там, да, алгоритмов для программирования, ну там метод синтеза, поиска, да, не музыкозка все равно, да, а можно быстрее, я знаю, алгоритмы, да, вот, протестано, и здесь можно оптимальный размер только подобрать, чтобы эта константа не начала уменьшаться, то есть сейчас мы ее с вами в два раза уменьшим. У нас получилось два M, вместо, сколько, четыре, да, то есть здесь два M на два M, да, то есть четыре, да. То есть на самом деле у нас же два M, тубик было, да, то есть здесь же два M на два M, тубик было, да, то есть получается просто туб. А вот мы с вами уже сейчас получились за сколько? За два M делает, да. Вот, а если вы еще грамотно научитесь выбирать партнер этих маток, то сейчас быстрее. А два или восемь, и причем по памяти говорится, что и матрицу можно хранить. Вот тебе он рассказывал, что восемь в планном памяти выражает не так много. Не такая большая матрица. А здесь вы можете матрицу блоками записать, хранить или блоками обратить. Да? То есть это оптимально еще и по памяти получается. Так. Ну вот. На этом на самом деле все, что я вам хотел сказать. Для этого была заключительная лекция. Да? В этом городе. Дальше у вас будет геометрия. Вот. Все. На этом лекция закончена. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.